информация имеет решающее значение миллиарды и миллиарды долларов торгуются ежедневно и клерки должны быть на высоте того что они делают или другие конкурирующие фирмы будут ждать что я буду работать с некоторыми из крупнейших и самых искушенных инвесторов в мире одна из областей моего внимания это энергетика вы видели как энергетический рынок рушится и если вы на правильной стороне торговли великий поезд вы знаете к нам обращаются с просьбами вы хотите их надеть если хотите привлечь внимание к моей вещи но вы будете делать так как я должен делать сальто назад я разговаривал с одним из моих коллег и он сказал мне что это идеальное короткое замыкание для вас это то что вы называете дерьмом да 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 Да. Эй, ребята, как дела? Все за то, что вышли. Вы, ребята, понимаете сегодняшнюю утреннюю встречу, что происходило, есть какие-нибудь вопросы, прежде чем мы пойдем к нам. У нас есть два клерка, Дэйв и Джим, отличные ребята. Их работа на самом деле очень важна, нам все еще лучше предложить цену за это. Да, я думаю, мы бы продали его немного, но я не думаю, что мы хотим раздавать слишком много. Пусть их работа заключается в том, чтобы передавать информацию толпе очень быстро и быть умными на рынке, они должны знать, что происходит, просто будьте осторожны. Если они придут, и они будут привязаны к ее ставке выше нашей стоимости, как только вы увидите, что кто-то обнюхивает толпу, на которую нас ссылаются, убедитесь, что все сразу знают, чтобы нас нигде не выбрали. Отлично, как только вы что-нибудь услышите. Дайте мне знать, ребята, конкуренция здесь жестокая. Клерк должен быть в курсе того, что они делают. Это была вечеринка. Все этажи расположены ярусами вокруг верхней части Ground Zero, где работают мои клерки, и как бы слева от меня, я стою лицом к своему брокеру для совершения сделок пардером. Подальше от меня, где я могу это слышать. Они должны сообщить мне, какое напряжение в их информационном потоке имеет решающее значение. Например, 240, где пять других парней из моей компании выходят в толпу, как только они видят, что это происходит. Все должны знать, что это такое, на что вы смотрите, как на пирог, он разделен на части, и это пугает. Просто у нас разные брокеры. Вот почему у нас несколько трейдеров. Хорошо, ваша ответственность, по-видимому, является связующим звеном между трейдерами в зале, мы должны следить за шестью парнями. И статьи, на которые кто-то смотрит, должны смотреть в эту сторону. Вы, у вас может быть центральный остров с душевыми кабинами, и мы будем упускать информацию напрямую, если у вас хороший клерк, и у вас есть приличные трейдеры. У вас будут довольно хорошие дела, но если у вас есть клерк, который не успевает за другими конкурирующими фирмами, это будет то, что мне нужно. Я, чтобы быть бодрым, и вы всегда должны быть в своей игре, вы могли бы сделать сотню вещей правильно, единственное, что вы принесли, будет тем, что стоит на первом месте. Нам нужно знать почти до того, как это произойдет, что происходит, и они отлично справляются, я выставляю их против любого, кто там есть. Все кончено. Да, я люблю своего брата. Я помню, что Садак решил, что Тарик прямо сейчас делает холодные звонки, обычно так мы привлекаем новых клиентов, решил Бесадий. Он все еще учится этому, и убеждается, что хочет быть в этой отрасли. Из-за этого возьмите последние, а эти сегодня в штабелерах с прошлой недели, вы можете пройти через это прямо здесь сегодня. Все, что я могу сделать, легко потерять 200. Вы знаете, запись звонков длится одну минуту, и я буду у телефона весь день. Я встаю, я не собираюсь садиться, нет времени садиться за телефон, конечно, я имею в виду, что вы могли бы прийти в офис, мы можем провести встречу. Все, что заставляет вас чувствовать себя более комфортно, для меня довольно прилично. То, как мы делаем холодные звонки. Это не так, как я, и вы знаете, что есть вещи, которые... Вы видите движение, это реформа Уолл-стрит, мы начали сотрудничать. Но вы знаете, что я не собираюсь благодарить вас прямо сейчас, никто не хочет ни с кем разговаривать. Потому что рыночный киоск и прочее дерьмо, я постараюсь лучше, хорошо, теперь это круто, с вами Уолл-стрит. Вы смотрите новости, мы продолжаем, пока не найдем в деревне тех, кто даст вам шанс, как вы держитесь на этом рынке, все, что вам нужно. Это один шанс доказать себе, что это нехорошо, это нехорошо, и это снежный ком, вот как. Для рефералов и импульс только начинает нарастать, защищая нашу 401k старт для 50 и 70 RS. Я думаю, что прямо сейчас, если вы можете привлечь клиентов на падающем рынке, это улучшит отношения. Так что давайте начнем, чтобы посмотреть, как вы можете привезти кого-то сюда с деньгами, и мы действительно сможем это сделать. Работайте на. Ваше право звучит хорошо прямо здесь, он жив. У нас есть победитель, потому что это заставляет меня чувствовать себя прекрасно, заключая некоторые сделки. Хорошо, я Кристи Росс, и я финансовый директор брокерского подразделения одежды для плавания Кристи. У Кристофера такая семейная атмосфера, компания так быстро растет, это так интересно, и каждый день здесь появляются новые люди. Это действительно уникальный опыт работы здесь. Здесь все открыто, вы можете говорить все, что хотите, и не расстраиваться из-за этого, и не чувствовать себя. Как будто вы переступили черту в обычной корпоративной обстановке. Хорошо, отлично, отлично, хорошо. Я просто очень признательна. Я из Висконсина, и говорю, что понимаю все шутки про сырную голову. Один из решений, которые я сделала, это действительно сосредоточиться на своей карьере, и я сделала этот выбор с самого начала, потому что давайте поговорим немного раньше. Знаете ли вы, когда это тяжело? Это тяжело с точки зрения того, чтобы быть вдали от своей семьи и пытаться жонглировать мужем и тремя красивыми девушками в наша свадьба. Мой муж даже сказал, когда произносил свой тост, я не знаю, понимаете ли вы все, но она была замужем раньше, так что я собираюсь поговорить обо мне. И потому что она была замужем за работой, которая вроде как есть, и он уважает это и поддерживает это. Хорошо, это было тяжело, но это тоже было полезно. Я люблю волнение рынка каждый день, энергию и быть его частью. Вы знаете, может быть, я просто учитываю это, но в конечном итоге я часть этого. Да, я тот, к кому обращаются некоторые из крупнейших и самых искушенных инвесторов в мире. Средний инвестор, которого я представляю, обычно инвестирует около сотни. В среднем миллион долларов, что я делаю, так это знакомлю этих инвесторов с нераскрытыми под радаром менеджерами хедж-фондов, которые приносят экстраординарную прибыль. Стоит ли на него смотреть, и я действительно хедж-фонды сейчас управляют. Значительная доля, вероятно, 50% инвестиционных активов Америки 10 лет назад у нас, вероятно, было 15 хедж-фондов. Сегодня у нас где-то от 8 до 10 тысяч хедж-фондов, в начале, когда было 10 хедж-фондов, которые они использовали. В повышении эффективности на рынках, и это было своего рода отложенной сделкой, если бы вы обнаружили неэффективность, которую вы бы использовали, о которой вы бы никому не рассказали. Сегодня все ищут в эффективности, многие обнаруживают. То же самое и эффективность, и те, кто в эффективности уходят, низковисящие плоды исчезают. Кроме того, даже попрощавшись всего на секунду, вы знаете, что нас просят к вам. Знаете, что мы говорим о Coca-Cola Home, прежде чем брокеры, к которым постоянно обращаются консультанты, Фил Бруссарт, очень высокий большой папа, ничего особенного, что готовит. Мы становимся мишенью для компаний с небольшой капитализацией, копеечные акции, акции вообще не движутся, что они делают так это пытаются соблазнить нас купить. Ножницы стоят 20 долларов по сравнению с тем, что случилось с нашим зараженным, я мобильный, не хочу платить так много, я звоню, но мы говорим о вашем благе. Он пытался рассказать мне об этой акции, и поднялся с 275 долларов на 2-3 доллара, как то, что мы делаем, как будто я должен сделать несколько сальто назад и дайте. Ему больше, вы знаете, миллион долларов для бизнеса моих клиентов, денег, которые нужно вложить в это, этого не произойдет, на самом деле я разговаривал с одним из моих коллег. И он сказал мне, что это идеальный короткий со мной здесь. Я не я говорю вам прямо сейчас, это то, что я, это информация, которую я получил, я думаю, что это хорошая короткая позиция. Я не думаю, что это хорошая длинная позиция, вы знаете, мы могли бы похоронить эти акции и сделать их на 20 центов стоп, я не должен благодарить вас, не так ли? Середина нашего кабеля напряжена. В разгар урагана когда-нибудь вспоминайте все о моем тренере, кроме этого, да, я смотрю новости, которые означают, что это работает для вас, ребята. Это из-за работы в разгар урагана, слушайте, слушайте, вы сейчас очень раздражаетесь. Я заставил вас ждать меня всю, как я вас беслю, вы пытаетесь засунуть это мне в глотку, я забочусь о деньгах моих клиентов, вы собирались дать мне новую букука, а вы хотите переехать. Справляйтесь с подобными вещами, потому что вы были в поисках наилучших интересов, вы очень похожи на мистера Фута. Он говорит о том, что я упустил суть. Да, конечно, эти акции не подорожали ни на доллар, они составляют один из двух долларов при чистом объеме в тысячу долларов, так что это, 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 это вроде как раздуто. Так что, если бы я захотел продать его, я почти уверен, что не смог бы обойтись без трех долларов, потому что там нет объема для поддержки, на который вы не хотите работать. Вы хотите не торопиться, когда вы здесь в целом. Без никеля и димминга я просто даю никель и димминг своим клиентам, чтобы убедиться, что они получают наилучшую возможную печать и получают наилучшие инвестиции в нее. Средняя капитализация или большая капитализация, это то, на чем торгуют, поскольку у этого есть фундаментальный объем. Это то, что вы называете дерьмом-мусором. И иногда это то, что у вас есть некоторые из этих парней вроде этого, вы не делаете холодных звонков, пытаясь вложить деньги людей и это. Да, да. Вы учитесь здесь через некоторое время, если пробудете здесь достаточно долго. Если вы заметили, что торговцы говорят что-то своим клеркам, на самом деле у них изо рта не доносится ни звука, сигналы рук важны, но иногда это происходит так быстро, что вы теряетесь и хотите синхронизировать сигналы рук с движением губ. Надеюсь, они уловят ваши слова, я очень хорошо умею бывать в ресторанах. И чтобы вы точно знали, что происходит за столами вокруг меня, потому что я имею в виду, что это своего рода часть моей работы, за которую мне платят, это раздражает людей. Включая мою жену, но я имею в виду, что это вроде как то, в чем я хорош. Но вы даже не осознаете, что делаете это, но вы делаете это, потому что мы делаем это здесь весь день. Словесная чушь, которую вы слышите, это когда брокер приходит на землю и предъявляет ордер. Вы должны быть с ним громкими и многословными. Вы же не хотите тратить весь свой голос на то, чтобы подавать сигналы своим клеркам и кричать, чтобы привлечь их внимание. Затем вы теряете голос, а затем приходит брокер с приказом, и вы начинаете кричать, но ничего не выходит. Не могли бы вы взглянуть на то, как насчет игры в процедуру, предполагается, что здесь первым человеком должен быть тот, кто проходит через сделку с вашим голосом. Сохраняется, чтобы попасть на билеты, это называется попытаться торговать с вашим брокером, он должен услышать. Вы и ребята, окружающие меня, тоже должны слышать мой голос, потому что если позже возникнут какие-либо расхождения, мне разрешат сломать нос. И люди вокруг меня знают, что я встречаюсь с мужчиной по порядку, если они услышат ваш голос, исходящий из моего рта, тогда они. Приятного аппетита. И почему я попал в билет, вам нужно попасть в билет. Одной из областей моего внимания сейчас является энергетика. Мы видим крайнюю волатильность, мы видели, как энергетический рынок рушится, и казалось, что он никогда не оглянется назад. Когда вы сталкиваетесь с такими потрясениями на рынке, как этот, огромное количество богатства это создан за очень короткий промежуток времени, и если вы на правильной стороне сделки, это отличное путешествие. И к счастью, я думаю, что у меня есть идея о том, как я мог бы получить прибыль от нефти, независимо от того, растет она или падает. Я недавно встречался с энергетическим аналитиком из Чикаго, ставшим менеджером Хьюдж Фонда, он выявил несколько недооцененных производителей энергии в Канаде. Но я хотел бы сделать это, инвестировать в эти компании, было бы раздражающе привлекать их. Американские биржи может быть Нездак, где МЭКС и поздоровайтесь с Биллом, что создаст ценность для и без того недооцененной компании. О, это Рич Текс Хаус. В прошлом месяце около четырех, это невероятно, некоторые из крупнейших энергетических трейдеров, которых мы знаем, мы потеряли. Довольно высокие двузначные цифры, что же, вам удалось обойти это, так что это хорошо, что мы не знаем, куда и когда она отправится. Что если мы вернем компании, это может быть хорошая игра концептуально, это здорово, что вы продемонстрировали, что вы. Вы преуспеваете в плохие времена, мы должны выстроить в очередь нескольких инвесторов и поставить вас перед ними, чтобы рассказать вам историю, о которой мы говорим. Они, вероятно, собираются инвестировать где-то от 25 до 100 миллионов, чтобы сохранить это большие деньги, но это ни в коем случае не глупые деньги. Важно то, что вы оцениваете. Да, потому что мы не хотим похоронить вас с активами, где это в конечном итоге повлияет на производительность, я скоро поговорю с вами, я гарантирую, что вы согласитесь со мной. Мы не можем допустить, чтобы это произошло, так в чем же дело со 100 тысячедолларовым днем? День прав. Иногда я чувствую себя Джекиллом и Хайдом, я могу быть очень представительной, я очень близка с некоторыми людьми с другой стороны, мне нужно говорить, что мне нужно это. Мне нужно это, и вы знаете, что все это в интересах. Просто убедившись, что мы уложились в сроки. Моя самая большая задача – просто убедиться, что то, что у нас есть сейчас. Люди не говорят о бухгалтерских командах в корпорациях. Это те, кто работает в благочестивые часы, чтобы убедиться, что табель успеваемости. Компания выходит на улицу, и это точно, и это безумие в том, что касается снятия стресса, мы просто кричим друг на друга здесь сейчас. Бухгалтерия иногда может быть довольно напряженной, но мы стараемся сделать это весело и немного пошалить, чтобы заставить себя говорить, что несколько дней будут здесь. С 8 марта 30 минут, и вам не нужно будет любить час ночи, вы не можете работать все эти часы. Поэтому мы придумали бейсбольный матч, улов которого отличается от бейсбола, где он попадает во что-то, если эта стена может поймать его, это аут. Ну, это командная работа, а потом вся тяжелая работа и стресс. Я думаю, на самом деле хорошо, что у них есть такие моменты, когда они просто отпускают и просто снимают напряжение. Да, на Чикагской бирже опционов все определяются цветом своего пальто, каждый чек представляет другую компанию в толпе. Если вы заметили пальто, я все время держу его застегнутым на все пуговицы, потому что стою здесь, и вы видите доверие здешних людей, эта штука трется вверх и вниз весь день. Я отрастил достаточно рубашек, когда жена начинает немного раздражаться, возьмите шкаф для документов, у меня огонь говорящий. Бумаги, это как ваш офис в вашем пальто, у меня есть торговые карточки со всеми сделками, совершенными в течение дня, это как ящик для мусора. Есть несколько бумажных салфеток, на всякий случай, обычно они носят четыре карандаша с четырьмя тузами на них. Почему, я не знаю, но это было хорошо в течение 20 лет, поэтому я продолжаю эту традицию, чтобы исправить здесь, что я иногда использую ручки для бутылок с водой, бурита. Просто когда я возвращаюсь на этаж, вы знаете, наслаждайтесь жизнью. Это в конце концов прорвется насквозь, и тогда я получу новое пальто, и, вероятно, ежемесячно эта куртка пролежала на полу дольше, чем я проверял, около 15 лет, мисс. Вы можете сказать, что разорванное разваливается на части, медленно ухудшаясь с годами. Его цвет у меня с 2002 года, в дыру нужно постирать пять раз, как горстку раз. Только у некоторых людей разные, вы знаете, разные уровни гигиены, вы знаете, и все такое, мне нравится немного чистить их грязное пальто. В любом случае, вы никогда на них толком не смотрели, я беру это домой и смотрю через день, неделя. Вы же не хотите каждый день надевать что-то грязное, я все еще не смотрел это, и это один и тот же код каждое утро в течение 10 лет. Я стирал его чек, и, вероятно, около трех лет, и я прихожу сюда, вы встречаете людей, и я не хочу подниматься на следующий этаж. Кому-то и имея такой приказ. Я сегодня заметил, что, возможно, пришло время принести его домой или купить новый в ближайшее время, да из-за стресса, связанного с моей работой. Вы должны оставаться активными в качестве. Сегодня я решил оточить свою игру, поэтому пригласил профессионала тенниса, я расскажу вам свою историю в двух словах, и почему мне нужна ваша помощь, что я могу для вас сделать. У меня почти нет серфинга, все в порядке, но это близко, мне нравится выбирать что-то одно и сосредотачиваться на нем, чтобы быть. Здесь обсуждается слишком много разных тем, это немного сбивает с толку, по сути, вы хотите ударить по мячу плечом. Вы хотите зафиксировать локоть, раскрыть запястье и держать свое тело за мячом. Моя стратегия заключалась в том, чтобы развивать только свою подачу. Крис от всего сердца согласился со мной, а затем сразу же начал прикрывать мою спину, в части никогда так не делай, это слабая позиция, которую вы также хотите сохранить компактной, красивой и простой, чтобы написать это так, а не вправо, вы хотите, чтобы мне было неудобно быть на этом, что я хотел сделать. Служите. Хорошо, давайте пройдем через что-то вроде перехода, это ваша точка удара, мяч должен быть по крайней мере на такой высоте, действительно, да, лучший угол. И в конце дня я ушел с ужасным. Задняя рука и моя подача оставляют желать лучшего, я чувствую, что сегодня вечером я действительно уйду отсюда, так что у меня будет. Ужин с моей семьей, с моими маленькими мальчиками, почему бы не помочь, мой рабочий день не заканчивается, пока я на самом деле не переступлю порог своего дома. Что нам нужно сделать, чтобы эта сделка состоялась, чтобы увидеть что? Я в офисе своего бизнеса прямо сейчас, но как только я возвращаюсь домой, я стараюсь тратить столько времени, как я с семьей вдох. Я сделал это делать дун-дун-дун-супер прядь, он супер детка. У меня красивая жена, и у нас трое прекрасных мальчиков, я люблю его до смерти с вашим старшим братом Джастином, я готовлю каждый вечер на высшем уровне. Посмотрите, с чего начать, если он не будет титулован, что меня расстраивает, потому что для приготовления хорошей еды требуется время, и благодаря. Попробуйте съесть это как-нибудь, ужин готов? Хорошо, спасибо, мы можем убрать телефон, я просто приготовлю его, как бы сильно я не старался отделить свои дела друг от друга. Жизнь для моей семьи, работа кажется всегда боится только одного быстрого закрытия снова, да, он поступил правильно, да, я могу сказать в общих чертах. Поэтому он говорит, что все в порядке, все в порядке, все в порядке, теперь адская неделя, прошлый месяц был вероятно самым тяжелым месяцем. Я видел в этом бизнесе, как вы вчера так поздно вернулись домой, да, вы вообще видели, как я думаю, что мы работаем эти сумасшедшие часы и 13-14 часов в день. Фил на самом деле не может видеть детей, потому что к тому времени, когда он возвращается домой, чтобы поспите, а потом, конечно, захотелось, и в школе выходного дня мне это нравится, так что, Джастин, ты будешь ходить в школу, сможешь завести целую кучу новых друзей, ты в восторге. Да, у тебя будет своя маленькая сумка для книг, я хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что ты накормил мое тело, очистил его. Хорошо, на всякий случай, нажмите, чтобы это не было стрессовым, играя с вами хороший месяц, я смогу накормить детей, у него нет детей, вот и все. Я знаю, что это лучшее, очень ценное, хорошо. У нее здесь около сотни пакетов конфет, так что это мой папа, она наркоманка, серьезно я имею в виду, вы хотите увидеть, что она психопатка.